Итак, спустя полтора года мы приехали снова на бывший маршанский военный аэродром. Кто, короче, не видел предыдущие три серии об этом аэродроме, в описании под видео будет ссылочка. Переходите и потом посмотрите, чтобы было более-менее понятно. Сегодня мы, короче, хотим исследовать бывший автопарк, аккумуляторную и различные склады и их ГСМ. То, что мы в прошлый раз не отсняли. А сейчас мы едем по взлётно-посадочной полосе. Итак, подходим мы к территории складов авиационно-технического имущества. Вот, смотрите, срочники, которые здесь дежурили, отметились на каждом кирпичике, кто откуда. Маршанский, Челябинск, Ташкент, ну и прочие, короче. Так, первый склад. Под цифрой 8. Ну, заходить этого не буду, там мы были полтора года назад, но я только не снимал, потому что посчитал, что снимать здесь смысла нету. Сейчас так бегло вам покажу, что вот и как. Вот так. Продолжение следует... Так, и теперь мы подходим к территории складов ГСМ. Здесь, соответственно, тоже все пусто. Все выпилено, все цистерны, которые там были зарыты в землю, все они благополучно выкопаны, распилены и сданы в металл. Так, заодно мы сейчас еще пройдем мимо складов РХЗБ и уже отправимся к бывшему автопарку и аккумуляторной. Если, конечно, у нас удастся попасть. Потому что под носом у охраны. Так, а сейчас мы находимся на территории бывшего скотного двора. Сейчас где он у меня тут припер? Зачем? У нас всякое барахло, короче, валяется. Вот, как раз, была скотина. Ну, различные животные содержались здесь. Вот, как раз, стоите, кормушка. Больше похоже, или овечник, или овец, наверное, овцы, наверное, скотина. О, ни хера себе. А вот и крюки как раз отстались, когда резали, подвешивали. Так, ладно, идем дальше. Совсем рядом от скотного двора располагаются склады РХБЗ. Кстати, здесь только полтора года назад стояли вороты. С периметром сейчас уже этого, как видите, нема. Так, посмотрим, что у нас тут внутри. Множество противогазов. Различных видов. Так, кто смотрел предыдущие серии с этого аэродрома, может быть, узнают. Вон, здание впереди, это клуб армейский. А вот это вот впереди, конкретно это здание, это была баня. Если я не ошибаюсь. Но она, короче, закрыта. А вот то, впереди здание, это котельная. Она, кстати, полтора года назад работала. Там, увы, дело, все. Сейчас, короче, поднимусь наверх, покажу вам саму территорию. Флаг советский воткнули. Может, она уже не работает? Котельная, хрен знает. Итак, получается, вот это вот красное здание, это был клуб, белая трехэтажка, это казарма. А вон то белое здание, это была столовая. Ну, это качеварка. Впереди. А автопарк, получается, это вон там, вон, с деревьями. Там же КП, где охрана сейчас сидит. Вот. И нам нужно сейчас так вот обойти и подойти с той стороны, чтобы с КП нас было не видно. Мне вот единственное интересное, для чего, кого работает данная котельная. Хотя, может, сейчас она уже не работает, но полтора года назад она работала. Был характерный звук, то, что она работает. Вот. Территория окашивалась. В вечернее время вокруг нее вот этот прожектор. С той стороны еще прожектор, а не освещение здесь было. И в той будке, с видом она похожая, из-под этого тренажа, вот старого сделана, там была собака на цепи. Она нас сюда, да, в прошлый раз спугнула. Когда мы хотели поближе к кочерарке подойти. Смотри, видишь, как все ухожено чистенько. А это не она худит, кстати? Нет, собаки, наверное, нет, она давно уже убегла. А? Она, вон она. Сегодня по ходу делал. Здесь уже собачки нету. Может быть, даже качеварка не работает. Итак, вот она сама казарма. Как видим, уже все залазы, которые, возможно, были бы залазы, забили досками. Вот. В прошлый раз, когда я снимал видео, я не знал, что это вот за здание, которое полностью заколочено тоже досками. Ну, первый этаж. Ну, вот. Это, короче, здание было учебным центром. К сожалению, в этом здании не было. Вот был мой друган. Он говорит, что там абсолютно все пусто. Так что, да, что и пытаться, в принципе, нет смысла залезать. А вот казарма было вообще прикольно. Кто, короче, не видел, посмотрите обязательно видео. Я думаю, вам понравится. Вот, кстати, площадочка была. Турничок. Вот это вот, как называется. Ну, похоже, вот, видите, там сиделка была, что ли? Листой в нее залазить, вот, качаться. Как лодочка. Там впереди гаупт-вахта. Тоже, кто не видел, перейдите по ссылке в описании. Посмотрите, как там внутри. А вон там, как раз, идет дорога вот туда, на главный КП. Если я не ошибаюсь, здесь раньше располагалась аккумуляторная. Вот. Она была предназначена для технического обслуживания самолетных аккумуляторов, которые включали в себя очистку от пыли, проверку плотности уровня электролита. А также выполняли регламентные работы проведения по ссылке в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Они тут бедят неплохо. Представляете, ребята, сколько здесь было техники, чтобы обслуживать этот аэродром. Охренеть. Итак, автопарк можно разделить на три основных части. Первый – это транспорт. Он включал в себя средства перевозки и личного состава, а также перевозки различных грузов. Второе – спецтехника. Она включала в себя подъемные краны, трактора, грейдера, средства уборки от снега, грязи, рулежек, ВПП, пожарные и санитарные машины. Третье – средства наземного обеспечения полетов. Они включали в себя аэродромные передвижные агрегаты типа АПА-59. Топливозаправщики типа ТЗ-22 и ТЗ-7,5. Скачки, предназначенные для скачки топлива из самолета. Воздухозаправщики. Азотка, которая предназначалась для скачки азота в самолеты. Кислородка и спиртозаправщики. Ну, вот такая здесь, ребят, различная техника была. Сейчас же ее нема. Ну, вот, в общем-то, и все мы отсняли то, что хотели отснять еще полтора года назад. Короче, ребят, я вот еще с другой стороны пошел. Входят автопарк. Здесь, как же, видите, стоит экскаватор. И там еще стоит несколько легковых автомобилей. По-моему, три. И вот собачка рядом вообще. Если она сейчас спалит, будет гав-гав-гав. Надо назад сваливать. Мы, короче, уже уходим с аэродрома. Вот нас, походу, делал. Сейчас бы принимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши пульс, тут что-то гоняется. А только периметр не обнаружен? Ну, а чего? Ну, мы дальше, да. Заразом. Зачка. Говорит. Так же, давайте отсюда. Ну, мы уже уходим. Ну, походку. А, не, вот, аллея прикольная. Шелтый, бетон. Ну, это имейте в виду. Вечер нужно приходить. Много с оружием. Ну, ладно. С оружием. С оружием этот уходил. А? Охранник все. Думаешь? А у него форма, так еще и на его, это, сиденье сзади висит еще одна. Да где вода-то? В смысле? Домой уезжаем. А? Отсюда. Отсюда. Фотографировались? А? Фотографировались. А? У вас в столе этот красивый, вот этот, где вот бетоновые, этот вот желтый листья, это красиво. Где? Здесь? А что не огорожен? А? А что не огорожен ничего? А что не огорожен? Ну, аэродром не огорожен вообще. А? С дачи. Там же не забор вообще, не надпись, ничего нет. Чего? Ров? Ров, говорю, я. Ну, с дачи нет там никакого рва. Ну, больше не приедем, если запрещено. Не, ну, просто ни колючек, ничего нету. У них тут все поэтому... Не знак. Это еще не уже... Он же заброшен давно. Не заброшен, там стоит охрана, как и с тобой есть. Не, ну, в плане не работает. На въезде, ага? В плане не работает, аэродром-то. Если бы работал нам тюрьма, бы сразу военно-стратегический объект был. А и у вас хватит не собирается? Чтобы вы в курсе. Да, ага. Не? Не в курсе, где-то, пока не у меня. Ну, теперь в курсе. Хотели, в пятнадцатом году слышал. Ну, а то было бы такое. Работа хоть была бы. Да. Хоть что-то для Ворда было бы. Москва. Что, Москва? А, да это понятно. Служит? Служит? В Москве. Служит, да? Водень служит. Угу. А тут маршерцы. Ну, охранник. Ну, это для пенсионеров. Месок там платят, не знаете? Да мало теперь. Что думаешь? Малыш. Маршерцы, что-то мало платят? Да вот и вот. Там будет не платить, а тут. Падал. Ну, ладно. Только сведения вам. Ну, вот он нам угодит. Подъезжал приор. Мим проезжал, он говорил. Вот что тут ходят? Да вот, фоткались. Типа, больше не приходите. А тут мы сооружим. Не дай бог, кого это. Ну, что, что последствия. Мы-то ничего же не берем. Мы просто фоткались и все. Ну, это возьмете. Ну, да. Ну, счастлив. А, под конец мы решили проехаться. Он наглый. После этих двойного принимал по территории. Смотри, какая красотища. Ох. Ляпота. Пока, ребят. Больше вас не потревожим. Не волнуйтесь. Наверное. Хе-хе. Продолжение следует.